добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марина стик сегодня 6 декабря 2021 года у нас сегодня не без приключений все новости я вам расскажу обязательно и покажу но вы уже наверное заметили правда очень быстро это все происходило у нас тут гости у нас тут синичка у нас настолько похолодало на улице что синички стали просто залетать на веранду у нас на веранде есть такие места где расстояние между крышей и верхними досками достаточно большое для того чтобы синички залетали на веранду почему они залетают на веранду потому что у нас корма для животных я кормлю кроликов я кормлю перепелок у нас стоят комбикорма мешки большие с комбикормами на веранде то есть синичком есть чем поживиться синичком есть что покушать плюс на веранде несмотря на то что там большие достаточно щели все равно теплее чем на улице и на веранде я еще храню какие-то там ну что-то типа овощи плюс там те же шкурки от тыквы я выбрасываю те же семечки одним словом синички у нас там просто поселились в прошлом году я вам показывала и рассказывала о том что мы кормили синичек на улице а нет 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 мои тараканы нет выходи она живет моих тараканов нельзя жрать моих тараканов я тут поставила я поставила синички сюда еду и она замечательно ее ест ну вот у меня тут сверчки тараканчики это еда для моих агамок ее кушать конечно не хотелось бы чтобы синичка ее кушала как вы видите она все-таки обрадовалась одним словом а вот таким образом у нас оказалась синичка в комнате она залетела с веранды в одну комнату там я ее не смогла поймать она залетела в другую комнату сначала она конечно испугалась где она оказалась но то ли она настолько голодная то ли я не знаю она ведет себя как домашняя птичка посмотрите она везде лазер и более того она особо сильно меня то и не боится я не очень конечно специалист в синичках но тут белый такой нет нет давай вот ты свою кормушку не тронь моих тараканов вот не тронь моих тараканов нет ли сверху нет это мои тараканы ну что ж такое то ребят она живет мать тараканов опа она словила таракана представляете круто с таким удовольствием его там чапкает слушай я чем агам буду кормить синичка я понимаю что ты насекомо ядная птичка но этих тараканов ращу не для тебя слопала таракана а я я я я я я я и причем это был то ли ну во первых самец во вторых это был до санциллата у меня еще там есть туркменские тараканы тут половозрелые таракашки они такие размером то большие так вылезай я поняла тебе там понравилось вылезай говорю да божишки ты мой а я я ешки я я и не надо жрать моих тараканов нет для агамок он сидят у меня голодные жители нашего дома ой так ну как вы видите у нас не без приключений синичка почему-то очень наглая ничего особо не боится и я уже боюсь чего бы она еще у меня бы не склевала я тут так это щенки разбираются запасами кормов для птичек и хомяков так все все это наши 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 там буями все мамины полки все мамины полки малыши малыши пакет нашли рвут маленькие я тебе так синечка что-то орудует это персюша добрался к полочку залез синечка да что что делаешь то птичка да ребята хорошо без кальция пустая со вчера осталось откормление так куда-то улетела птичка я тебе сейчас тогда этой самой я не знаю что делать с этой синичкой надлой птичкой такие гости у нас по зиме в прошлом году я прикармливала синичек на улицу у нас там есть специальная кормушка даже для этого но в этом году я этого не могу сделать по причине того что у нас барон барон ходит каждый день на улицу я и сюда и сюда и сюда слазили у меня в полочку достали пакет с моими нужностями так все отняли у щенков отняли то что нельзя было жевать куда эта птичка наглая делась и посмотрите мне так ладно сюда поставить еду барончик ходит у нас на улицу и ловит синичек только так синички также прилетают собачкам я сейчас даю капустку чтобы они чем-то хоть занимались на такой собачки у меня чем-то занимаюсь так что еще мы с нетерпением жду когда же киви птичка выйдет из гнезда сегодня уже 6 декабря и я надеюсь что вот-вот должны появляться у нас птенчики если яйцо наше яйца наши были оплодотворены вот но трогать ее и беспокоить не хочу раз она не выходит она насиживает яйца и собственно говоря мешать это делать я не хочу киви первый раз у нас села на яйца кладки у нее до этого были но может может быть не то чтобы кладки но яйцо было точно так вы блин я только тебя туда синечка господи она на меня тут уже ворхает я тебе туда еды поставила сегодня дорогие друзья будет видео подробное про значит одри щенок на продажу готовый к продаже про а алисию мы их не показывали будем показывать с папочками и с дедушками но не знаю куда эти птички синечки поставить еду да я поняла давай тебя угощаем ой на то есть сегодня в планах у меня да божешки это синечка она вообще ничего не боится я тут стою она у меня у плеча только порхает опять охотишься на моих тараканчиков а она поняла где у меня тараканчик спрятана посмотрите вот дела ушка да круто круто мы попали птички оголодали до такой степени что ничего не боятся готовы прийти к нам пожить с нами да у нас тут еды то как специально она уже сидит рядом со мной ребят я не знаю сейчас поверну камеру я вообще стою тут рядом не надо моих тараканчиков кушать а тут сплошные тараканчики да тут сплошные червячки тараканчики самое самое что ни на есть подходящий еда для птичек синичек это жучки насекомые червячки все что я развожу для своих орган в природе кушают синички они не питаются зернышками которыми мы пытаемся угощать это уж когда еды не хватает окончательно тогда синички начинают кушать вот такие зернышки так ну ладно собственно я это видео хотела сделать не про птичку синичку но раз уж такие гости у нас с утра пораньше 6 декабря прилетели и я не знаю над сколько надолго они к нам поселились как теперь ее словить и выпустить на волю я с трудом представляю как у меня это получится но я это сделаю не не беспокойтесь ни одна синечка не пострадает я ее отпущу на волю она уже опять рядом со мной да я возможно просто открою окно сниму сетку со стеклопакета который у нас антимоскитная на лето мы ее одеваем на окно и весенечка сама улетит на улицу потому что такой наглый сосед нам тут очень не кстати сейчас она стрескает всех моих этих самых да попугайчики вот воодушевились гридашу такое то вообще так ну а я вот что я нервничаю прислушиваюсь к звукам никаких звуков и писков от птенцов я не слышу то есть появление птенца есть или нет я не знаю надо бы конечно это все проверять я читала вчера в интернете про птенцов как ухаживать за птенцами и собственно говоря мир там сверчки вот и собственно говоря надо беспокоиться надо проверять но я не знаю что лучше в данный момент у нас четыре яйца одно яйцо было отложено 16 ноября то есть мы вот примерно так по срокам ждем появление первого птенчика но три яйца были отложены позже и вылуп этих птенчиков появление их на свет также должен быть позже если я сейчас начну беспокоиться из-за первого птенчика лазить туда в гнездышко гусеничку сперла а это я вчерашних туда еще и утащила мне по комнате вот если я начну я ж тебе еды поставила наглая птичка ты ничего себе воровать у меня тут какая нахалка ужас вот это где ты хватит у меня воровать как все угона уже скоро на руку мне будет садиться посыпи синичка я пришла в гости мы тебе угощаем но не это наглечей до наглей синичка птичка одним словом я боюсь напугать киви птичку и вдруг она перестанет сидеть на яичках с другой стороны мне важно знать что там происходит в гнезде вот сейчас кокос приближается в гнезду киви нет прошел мимо только опустился до вокруг гнезда тут ходит бродит что-то поет там синичка у меня прямо у плеча порхают нужно попустить ой ты сейчас попьешь из моего аквариума скука это нагло это эти зернышки поставила зернышки поклёйте наверх куда-нибудь так вот молодец все понимаешь очень воспитанный гость становится воспитанный не 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 семку своровала и давай ешь не надо им не тут прятать по всей комнате не 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 долбай мне тут решеточку то что с такой то а это на семечку так открывает представляете то есть семечка для нее такое крупное зерно там есть проса а вот как она семечку ест интересно то есть она ее шкурку расколола и выклевывает изнутри зернышка там много проса это корм для попугаев то есть ничего катастрофического в нем нет в прошлом году я в корм для хомячков насыпала в тазы и выносила на улицу ставила на стол так миску надо отнимать так миску надо отнимать нет вы капусту ешьте миску отдайте мне пожалуйста она мне пригодится так все у вас за капусты вон сколько так в этом году барон у нас оккупировал территорию и собственно говоря он там ухты 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 сюда он там ловит у нас синичек только так нет ты к песчанкам не ходи синичка это ты чё ну ничего себе такие гости до пасек скажи нам своих наглых тут прохиндеев и прохвостов больше чем предостаточно наши гости пришли таки да да веселенькое утро у нас и у нас что не день то прелесть то приключение да скажи юлька то приключение вот теперь как мы будем выселять эту синичку надо прятать моих гусеничек надо их накрывать афродита опять в позе самца на геркулесе смотрите все афродита в позе самца как самец геркулеса причем в голову она его поймала вот так и переворачиваются черепашки на спину копает-копает афродита продолжает копать ни одно яйцо она еще не снесла но геркулеса продолжает женить на себе вот таким образом настойчивым навязчивым так маруська линяет очень активно и превращается в рыжую красоту вот такая у нас маруська облезлая линяем линяем и скоро станем как марсель вот такие большие яркие красивые рыжие вот уже просвечивается под старой кожей оранжевый цвет и ну соответственно мы увеличимся в размере взвешивать измерять буду 16 ровно месяц пройдет всех измерим всех взвесим узнаем сколько прибавила маруська по линьке понятно что она подросла а вот насколько она подросла узнаем при взвешивании измерения которые я делаю раз в месяц маруся молодец кто хорошо есть тут хорошо растет становится красивой большой рыжий ящерка так что у меня здесь за спиной здесь доедают капусту так где это все а кушает молодец слава богу синечка кушает из мисочки которую и поставила все здорово и замечательно не хулиганит а я хочу спрятать гусеничек вчера выпустила их на окукливание своих бражников и так как мне показалось что они очень очень у меня влажные и перегретые мокрые постелила много салфеток вот они все закопали за ночь салфетки пульсирую пульсируем живым и поживы так здесь здесь вот так они пошли окукливаться закопавшись салфетки синечка подожди баражника моего не ешь вот так ладно я щас бражника от этой синечки спрячу здесь у меня еще осталось несколько так ну вот еще кушать будут это еще не будут окукливаться так закрываем мы же не ждали таких гостей которые воруют наши до бисмарк то может остаться без виды это же у меня тут просто катастрофе . ты вообще обнаглела не трой моих тараканчиков она опять пошла моих тараканчиков вот еще наглая ты веду к наглая синечка мне же он ребята тут сидят ждут а ты их тараканчиков поедаешь да а в осенечка я капустки вам дала сейчас будем яблочком кормить ага что такое письмарка весь аж почернел от злости да где моя еда что такое скажи синичек каких-то мамка кормит на что за скажет такие неприятности у нас тут в доме устроились скажет наших тараканов синичком скармливать а нам скажи похудели за ночь не емше а я и ждем ждем скажи когда ты нас покормишь так тут уже развеселая компашка очарователь синичка только порхает вокруг меня так синичка я пока прячу от тебя все что воруешь у меня тут да судя по галстучку на грудке синичка у нас мальчик самец дачу на хватит он капусты слушать надо вот этих вот убрать от тебя тараканов тараканчиков наших славила зернышко поклевала так афродита ты девочка знаем точно потому что у тебя были кладки так нападение на персюшу папа у нас ремонтом занимается у нас а я ей и извините за постороннее звуки мы утепляемся продолжим утепляться я чувствую скоро пологорода к нам в дом переедет жить у нас тут тепло много еды и начинается уже синичек кто следующий так синичка ты наглая птичка ты кага мам то туда не надо а я на кто-то мог подумать что же будет через еще полчаса это вот я ровно 22 минуты снимаю на видео с момента при прихода к нам в гости в эту комнату птички синички за 22 минуты она уже слопала у меня тараканов нашла гусеничек которых я вчера отложила на окукливание в баночку везде слазила практически села мне на садится мне на плечо то есть меня она не боится игнорит кто следующие собачки наши ребята у нас пол утепляется так вот да да это под нами помещение у нас и вот там вот делаем изоляцию чтоб нам с пола татарис очкам не дуло чтоб лапкам было тепленько да и риска недовольна папа сверлит папа сверлит вот так и рису ругается бы что же дела а синичка прыгает по клеткам с попугаями попугай в шоке так что следующее уронит наши синичка капусту нашла так ну аквариум вода вот конечно у нас тут есть вода и да но зернышки понравились больше очень хорошо что не мои тараканы прям вот мне по ногам хватило бы семечку опять потащила до на улице сегодня очень холодно открывать окно но я уже думаю как я ее буду этих гостей провожать отсюда эту птичку синичку которая очень-очень нагло себя ведет она еще и сыплет эти семечки а щенки собираются ладно там ничего такого зернышки нормальный чё как этом собираешься а то скажи покушалась еще так как его на понравилось у нас в гостях да ты улетать не собираешься лапками держит зернышко семечку опять выплевывать среди расстояние между камерой мной и синичкой тут между камерой и синичкой сантиметров 15-20 ну и моя вытянутая рука пошла по попугаям попугая вообще не рады попугая вообще не рада не засуетились берти такое-то по нам тут носится сверху прыгает по клеточке мой как не интересно что у келя птички в гнезде творится ты наглая какая синичка по ней ну слава богу нашла мисочку там у нас еда для нее сейчас окамки и вас будем кормить ой кокосик это ты ругаешься мне как дела у твоей жены скажи мне ты же в курсе я тут прислушиваюсь какие-то звуки жду как дела у киви птички а ты даже ничего не расскажешь немножко заглянуть туда я прям вот не знаю я нервничаю живу там у меня вообще птичка и давайте чуть-чуть приоткроем гнездо ай полетела так четыреца похоже они не оплодные не все розовенькие надо их тогда проверить авоскопом и убирать потому что если они не оплодная она просто будет бедная сидеть на них голодать ничего у нас не получится я и все жалею боюсь что навредить но в идеале надо проверить авоскопом сейчас попробую хотя бы фонариком просветить ну иди покушай киви птичка сейчас так фонарик мы сделали попробуем просветить наши яйца но на таком расстоянии как-то у меня тут непонятно дорогие друзья я с вами сейчас попрощаюсь ненадолго попробую право скопировать раз уж побеспокоила киви птичку наши яички если они не оплод надо их отнимать она снесет новые будем надеяться на а вот а так она будет продолжать она уже сидит 21 день сна с момента снесения 1 яйца продолжать заставлять ее голодать и сидеть на яйцах нет смысла они не оплодотворены если вам интересно узнать о результатах авоскопирования оставайтесь нами до новых видео и до новых встреч на канале питомника мари мистик здоровья вам и вашим питомцам